По-моему, у нас, если ничего не путаю, Симферополь. Симферополь является городом федерального значения. А, Севастополь. Севастополь, да. То есть Крым сам по себе, Севастополь сам по себе. Калининград и Калининградская область, по-моему, внутри. Вроде как это сам Калининград просто составная часть. Нет, по-моему, города Калининграда как субъекта Калининградской области. Ладно. Вот смотрите, да. Вообще, на территории Российской Федерации кто может, что или какой документ вводит налоги? О том, что мы платим налог, вот какой-то конкретный, например, налоговый кодекс. То есть у нас в налоговом кодексе написано обязанность платить налоги, ставка, база, объект налогообложения, участники, субъекты и остальные, как бы, эти самые моменты. Вот. Теперь, если, значит, налог федеральный, ну вот как, например, налог на добавленную стоимость, там, да, или налог на прибыль и налог на доходы физических лиц, как, что интересно, да, они у нас все, естественно, поименованы, вообще все налоги поименованы в кодексе, как минимум, да. То есть просто есть налоги, в которых указано, что они такие есть, и написано, что субъект Российской Федерации имеет право вводить, ну, то есть может такое быть, что, например, какой-то там налог введен в одном субъекте, а в другом его нет. Ну, я не знаю, что сейчас можно провести, например, транспортный, на милицию, ну, может, на милицию, наверное, на образовательные учреждения, что-нибудь вот такое, да, вот, где-то есть, где-то, где-то нет, например, да. В основном у всех одни и те же наборы налогов, вот, но, например, скажем, вот есть такой нюанс, налог на недвижимое, раньше был налог на имущество организации, назывался, да, вот, он и сейчас есть, налог на имущество организации. С недавнего времени, по-моему, два года, что ли, прошло, он разделился на две части. Есть отдельно налог на недвижимое имущество организации, да, а движимое имущество исключено из налогообложения. То есть есть налог на имущество организации, и там написано, что объектом налогообложения является только недвижимое имущество. Еще некоторое время назад оборудование тоже облагалось налогом. Сейчас оборудование налогом не облагается, облагается только коробка здания. И, в принципе, наконец-то власти поняли, что облагать оборудование не надо Потому что это не стимулирует его покупку и постановку на учет Ну, представляешь, ты купил дорогой оборудование, ты с этого еще налог платишь Блин, тебе спасибо должны сказать, что ты производство как бы развиваешь Примерно то же самое с налогом на недвижимость Тоже такой своеобразный налог У нас, допустим, управляющая компания в промышленных парках говорит Слушайте, отменить этот тупой налог Мы сами не имеем ресурсов его платить Мы просто все перекладываем на резидентов-арендаторов Мы увеличиваем их налоговую нагрузку Какой смысл? Иногда происходит вообще абсурд Налог на недвижимое имущество платит в униципалитет Себе выделяет в доходной части субсидию на уплату этого налога А в расходной части этот налог платит И вот происходит просто такой круг То есть администрируется, все клерки работают Но экономического смысла в этом нет Ладно, теперь смотрите Вот, допустим, налог на добавленную стоимость Он классический такой налог с точки зрения Он и является федеральным И все прописано в налоговом кодексе Нигде, ни в одном субъекте Вы не увидите закона Или постановления какого-нибудь Которое определяет, как надо платить НДС на данной территории Все, у него сплошная юрисдикция Вся Российская Федерация Без особенностей И никто из регионов внести изменения по НДС не может Это вот такой, ну, как бы классический Он и федеральный, он и введен на федеральном уровне И закреплен, и платится весь туда Но, по-моему, это единственный такой налог Где совпали все три признака Кем введен, территория, как бы, да И куда уплачивается Налог на прибыль уже ситуация посложнее Налог тоже федеральный Тоже федеральный Имеется в виду, что он введен налоговым кодексом Законом Российской Федерации Подписаны, там депутаты проголосовали Все-все палаты, Нижняя Госдума Совет Федерации утвердил Президент подписал Вот такая у нас, как бы, да Вся цепочка создания законов Вот, но платится он в бюджеты разных уровней Иногда отсюда возникает, ну, как бы, вот Непонятно, а какой он вообще налог-то, да Он федеральный, но это просто юридически, да Вот, а мы с вами уже видели Зачисляется он на определенный процент В бюджет Российской Федерации А в определенный процент в бюджет региона В данном случае мы имеем 3,17 по Татарстану Или 2,18 после 24-го года С 25-го начиная, да Так, теперь, значит, есть А, вот вопрос вам Где ставки прописаны Вот этого налога на прибыль Какая? Все? Дальнейших подзаконных нормативных фактов Нет Налоги не могут быть прописаны Ну, точнее Ставка, объект, база и плательщики Не могут быть прописаны Подзаконных нормативных фактов Никогда Это только в законе Только в законе Только обязательно там, ну, как бы, через Депутатский корпус, через волеизъявления В постановлениях, приказах, распоряжениях И прочих подзаконных вещах Могут уточняться какие-то вещи Ну, например Скажем Ну, сейчас вот мы как раз налог на прибыль разбираем Да? Есть у нас такое постановление Каббина Республики Татарстан 377-ое Оно о льготах Приоритетного инвестиционного проекта Ну, то есть У Республики могут быть свои приоритеты Да? То есть, скажем Кому-то я могу давать льготу А кому-то нет И вот в этом самом 377-ом постановлении Вводится понятие Региональный инвестиционный проект Вы с ним встретитесь еще в работе Да? Кратко скажу Региональный инвестпроект Здесь он касаться не будет Это не тот масштаб Как бы, да? Вот Это пониженные ставки по налогам Да? Ладно Вот По налогу на прибыль Федеральная ставка Прописана на налоговом кодексе Федеральная часть ставки Налога на прибыль Прописана в НК Региональная часть ставки Прописана в законе Республики Татарстан То есть, вы в налоговом кодексе Не найдете Какую ставку для каких плательщиков Платится в Татарстане Надо поднимать закон РТ О налоге на прибыль Там для определенных категорий плательщиков Или просто о налоге на прибыль Предприятия и организации Вот такие вот вещи Потому что В налоговом кодексе Даются правила То есть, например, написано Что общая ставка Там федеральная Состоит 2 или 3 Вот это вы точно там найдете А вот с региональной ставкой СМЭ Законы субъектов И субъект может понижать Ставку Но не более, например Не ниже 13,5% Написано в налоговом кодексе Соответственно, закон Республики Татарстан Говорит, вводим ставку О налоге на прибыль Для такой категории плательщиков 18 Спустя какое-то время Там 17 Или там 17 Спустя какое-то время 18 Для такой категории плательщиков 13,5% Для такой категории плательщиков Столько-то И поэтому Мы когда считаем Экономику в финмоделях Мы берем Ставку федеральную И плюсуем к ней Ставку региональную Для определенной категории плательщиков Такое бывает В ТАСЕРах Это мы разбирали Территория переживающего развития В особых экономических зонах И в РИПах Региональных инвестпроектах Вот там есть особенность Начисления вот этого налога на прибыль Поэтому Запишите себе Три постановления По Точнее Не только даже постановления РИПы Региональные инвестпроекты Налоговый кодекс Плюс Постановление Кабнина РТ-377 ОС Не помню сейчас Какой федеральный закон И Закон Республики Тарстан О налоге на прибыль Для отдельных категорий плательщиков Территория Опережающаяся развития Федеральный закон 473 И Постановление Правительства России 614 ППРФ Я Ну такие аббревиатуры Использую Сразу понятно А ПКМ Это постановление Кабмина РТ Например Еще ПКМ 614 И ПКМ РТ61 Вот эти Наборы документов Как раз Там Определенные Эти самые вещи Регламентируют Так Ну и налоговый кодекс Естественно Под каждым из них Как верхний Грань Ну верхний документ Регулирования Налоговая Вот эта Селья Так Теперь Допустим Берем 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 Налог на Имущество В принципе Я уже Проговорю Кем Водится Нет Он 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 в налоговом кодексе Упомянут Что такой налог Есть На имущество И написано Что субъекты Имеют право Сами установить Объект налоговложения Движимый Недвижимый Соответственно Мы смотрим Что Закон Республики Тарстан О налоге На имущество И там Смотрим Базу Ставку И там Мы видим Что Тарстан По-моему Два года назад Облагал Еще и Движимое имущество По ставке 1.1 А потом Остановился Только на Недвижимое имущество По ставке 2.2 Недвижимое Из объекта Налоговложения Убрал Привел Ну в соответствии С остальным регионам Все примерно Одинаково сделали Хотя у кого-то Еще по-прежнему Ну как бы Есть там 1.1 Движка Или у кого-то 0 движка А 2.2 Не движка Есть кстати И более интересные Варианты Кто-то взял И снизу Ставку налога На недвижимое имущество У себя То есть Не 2.2 А меньше Поставили Я уже не говорю Про то Что есть льготы В том числе По этому налогу На недвижимое имущество Кто-то 0.5 Ввел Для определенных Категорий платильщиков 0.1 У нас есть Например Химград И кипмастер Платит налог На недвижимое имущество По ставке 0.5 А не 2.2 Как и все То есть Им даны Льготные условия Недавно Тюличи Наш клиент Получил Льготу На Ставку 0.5 По недвижке То есть Это избирательно Так дается Так Что мы хотели С вами еще Мы с вами еще Хотели НДФЛ НДФЛ Федеральный налог Введен налоговым кодексом Правила прописаны Все в налоговом кодексе Все правила расчета База Все Но Зачисляется он Как нам Полина сказала Как минимум В региональный бюджет Может быть А подожди Мы про прощенку же говорили Про прощенку Вот НДФЛ В региональный бюджет Собирается С территории снизу С Сработников Сработников Да По трудовым договорам И Ну короче С доходов физических лиц Собирается снизу По территориям Что-то И Идет в региональный бюджет И Часть остается На местной территории Муниципалитета Я технически Сейчас не знаю Как это происходит То ли они За минусом Своей части Перечисляют То ли все идет В республиканский бюджет И потом Раскрасируют Технически Это не так важно То есть Самое главное Что им потом спускается Самое главное То что они потом Ходят с протянутой рукой В Минфин Наш Татарский И говорят Ну дайте денег На развитие Главы Муниципалитетов Вот Так НДФЛ Да И упрощенка Вот Упрощенная система Налогового обложения Упомянута В налоговом кодексе Какие они Могут быть Все виды Вот этих самых Упрощенных Они все Называются Одним понятием Специальные налоговые режимы Спецналоговые режимы Вот Они все прописаны Но вводятся они Законами субъектов То есть Законом Республики Тарстан Введена Ставка Упрощенки База И несколько ставок Вы увидите Что там есть Дифференцированная Шкала ставок Например Я уже по-моему говорил Резиденты Монополиса Айти Парка У них Льготные ставки Тем Кто занимается Эксплуатацией Автостоян Могут применять Льготную ставку Тоже Поэтому Вот А кто Не относится К особым категориям Плательщиков У них Стандартная ставка Там 10 6 И 15 По-моему Вот Но в Тарстане 6,10 Так Про налоги Достаточно Сегодня Наверное Страховые взносы Разобрали Мы с вами Сейчас я Лесну Все-таки На этот На бюджетную Эффективность Которую мы С вами вчера Смотрели Земельный налог Кто скажет Кем введен Куда платится Какие есть мнения Мы с ним Столкнемся По Кемпингу Как думаете Нету мнений Местный Вот кстати Земельный налог Классический Налог Тоже Как это В котором Совпадает Логика Он налог Местный Он вводится Решением Совета Народных Депутатов Муниципального Образования И попадает В местный Жебюджет Кто его Платит Лисан Кто платит Земельный налог Собственник Земельный участок А если Земля Муниципальная Он платит Земельный налог Муниципалитет Сам себе Земля его Кому ему платить Платит его Может арендатор Арендатор платит Неземельный налог А что Коммунальный Коммуналку И аренду Коммуналку Мы сейчас Не берем Аренду Если по умному Назвать Как это называется Арендная плата За землю За арендованный Земельный участок Да Вот Может быть Там сидится Может Может Как арендная Плата за землю Считается Ну такое Я бы так сказал Житейское Понятие Объяснила На самом деле Арендная плата За землю Считается Отставки Земельного налога То есть Если мы сейчас Допустим Ну Мы сейчас Говорим Не про Не про частную Землю И частного Арендатора Частные Вот если у меня Земля Я со своим Частным арендатором Это предмет Нашего договора Мы можем Установить Любую Ставку Арендной платы За землю Моей земли Кому-то А если мы Говорим Про Публичную Землю Муниципальную Федеральную Региональную Правила Расчета Арендной платы Установлены Соответствующими Законами И постановлениями То есть Написано Что Допустим Налог на землю В этом случае Не платится Если земля Остается В собственности Муниципалитета Субъекта Или федерации А вот Правила расчета Арендной платы Прописаны Берется Кадастровая стоимость Умножается На ставку Земельного налога Ставка Все равно Как бы есть И применяются Коэффициенты Повышающие И понижающие В зависимости От категории Плательщика И категории Проекта Ну к примеру Земля Под каком-нибудь там Садовым товариществом Стоит дешевле В арендной плате Чем земля Под индивидуальным Жилищным строительством Скажем Земля под парками Скверами И прочим Прочим Стоит меньше В аренде Чем земля Скажем Под производством Или под торговым центром Причем Под торговым центром Она максимальная Ну понятно Коммерсанты Да Пришли Вот А земля под производством Чуть пониже А если мы говорим Про какой-нибудь там Парк скверы отдыха Там рекреационный Какой-нибудь Еще у него еще как бы меньше. Иногда депутаты принимают специальные вещи, сильно понижающие ставки для стимулирования привлечения бизнеса на эту территорию. Ну, например, все мы ждем, кто в туристическом бизнесе, что наконец-то депутаты протрут глаза и понижающий коэффициент примут к земле туристко-рекреационного назначения. Земли лесного фонда, земли, там, я не знаю, особо охраняемых природных территорий, если туда можно пустить, земли туристко-рекреационного вида разрешенного использования категории, да, и там всякие, там, ну, не знаю, пруды, там, или что-нибудь в этом роде, чтобы развивать вот это все. Пока приоритета такого государственного нет. Кто-то додумался, кто-то делает, кто-то нет. Мы сейчас видим, что несколько лет назад началась волна льготных ставок арендной платы за промышленную землю. Ну, к примеру, есть у нас уникальный промышленный парк Зеленодольск, так называемый, да, хотя, на самом деле, к Зеленодольскому никакого отношения не имеет, да, это кусок земли, где Новая Тура, Новая Тура все знают? Рыночная такая территория, недалеко на выезде из Казани, Новая Тура, там большой комплекс, там, где весь, там, ну, как бы, шерпотреб вся торговля, то есть это вынесли рынки с центра города туда. Вот, рядом с этой Новой Турой прямо на перекрестке Зеленодольске, Шкарала, Челны, Нижний Новгород, Казань, да, стоит треугольником промышленный парк Зеленодольск, у нас там схема есть. К нему депутаты в свое время, когда планировали его развивать, приняли решение Совета местных депутатов Зеленодольского района о ставке 0,01 к ставке земельного налога. То есть, в принципе, те, кто арендует эту землю, она дешевле в 100 раз, чем соседняя земля. То есть, это прямо вот пригород Казани, да, чуть копнешь за территорию, там в 100 раз дороже, здесь в 100 раз дешевле. Лишь бы бизнес пришел. Правда, произошло немножко глупо. То есть, это создавалось под промышленный парк, но зашли туда кто? Вайлберис, Озон, Пятерочка, и получили все блага промышленного парка, да еще в 100 раз дешевле земли. И там, кстати говоря, пониженная ставка выкупа арендованной земли. То есть, земля муниципальная, они ее арендуют, но как только они введут объект в эксплуатацию, они могут по земельному кодексу ее выкупить. И ставка выкупа у них будет 0,15, умноженная на кадастровую стоимость, еще умноженная на 0,01. Если кадастровый там 7 миллионов рублей, то стоимость выкупа за гектар, стоимость выкупа одного гектара для вот этих остальных территорий миллион, а для них будет 10 тысяч рублей. То есть, они за 10 тысяч рублей выкупят один гектар вблизи Казани. Это, конечно, вообще сумасшедшая вещь. Я вот не понимаю вот этого головотяпства. Но сейчас, видимо, депутаты назад свое слово уже не возьмут, потому что иначе тогда Озон или Wildberries, или там Ромакс, пятерочка, X5 Retail Group, придут к Миниханову, возьмут его за грудки и скажут, что ты что творишь? Он вам тут обещали такую льготную ставку. Хотя она должна была быть для производственников. Производственников там процентов 10, может быть, 20 на территории парка всего. Ладно. Это, значит, вот вопрос как бы муниципальной земли. Очень сложный вопрос. Мы его за несколько занятий вообще просто не разберем. Это, во-первых, самый сложный вопрос в России. Какие запутанные очень юристы, специфические земельщики этим вопросом занимаются? Потому что там сложно все. Правообладатель, границы, категория, вид разрешенного использования, что можно, что нельзя, функциональное зонирование этих участков. Там столько вопросов, что я, честно говоря, вот себя считаю большим дилетантом по вот этим всем земельным делам. То есть мы иногда обращаемся к специалистам по земельным вопросам, чтобы они, ну, как бы нам что-то даже разъяснили. А когда выясняются еще какие-то споры, когда гражданин или предприятие спорит с властями, там точно нужен юридизмельщик, потому что это еще все потом отстаивать в суде надо. Ну, например, не знаю, может быть, часто столкнетесь вы с чем. Что, например, произошло? Вот когда арендная плата или земельный налог, он же считается от кадастровой стоимости, была такая очень интересная вещь. Кадастровая стоимость как считается? Ну, по каким-то формулам там. В свое время земельный комитет, Министерство земельных мощных отношений, привело к какой-то методику расчета кадастровой стоимости. И понятно, что все это средняя температура по больнице, не учитывающая каких-то особенностей. Что получилось? Кадастровая стоимость, как правило, везде выше. Ну, вот в большинстве ситуаций бывает и наоборот, конечно, веселые вещи. Кадастровая стоимость чаще всего выше рыночной. Начинаешь оценивать землю, там 2 миллиона, смотришь кадастровую, 7. Что с этим делать? Соответственно, через суд можно оспорить кадастровую стоимость. В суде можно выиграть и тогда правообладатель, то есть, допустим, палата земельных мощных отношений или КИЗО, комитет земельных мощных отношений, смотря где это, поселок, город или район, снизит кадастровую стоимость, приведут ее в соответствии с рыночной на основании акта решения суда. То есть, такое можно делать. То есть, допустим, там взяли с первого в аренду, потом подали в суд, оспорили и вперед. То есть, по указанию таких судов достаточно много было, потому что сумасшедшие цены были на землю, особенно в столице. Так, нам это нужно в той мере, поскольку у нас там глэмпинг или кемпинг или что, это прям конкретный землепользователь, он должен взять землю соответствующую целевому назначению, нужной категории, нужного вида разрешенного использования, мы уже с вами проговаривали, чтобы его с этой земли не попросили, чтобы его на налоги не прибили, штрафы и все такое прочее не прогнали. Так, вот, значит, этот самый налог на землю и арендная плата за землю муниципальную, государственную, республиканскую, то есть три же уровня, да, то есть может быть земли, смотря кто как бы владелец, да, вот, еще столкнетесь, возможно, есть такое понятие неразграниченная собственность, вот, скажем, есть некий вот такой вот массив земли, да, он никому на баланс не поставлен, ну, просто вот государственная земля, допустим, там федеральная или там же как федерация поделила землю, вот оно по регионам поделили на глобусе, да, вот тебе столько-то, столько-то, понятно, что из-за этого возникло много казусов, потому что самое главное, как именно проходит эта граница, эти границы постоянно уточняются, приводятся в соответствие, земли лесного фонда не полностью поставлены на карту, там земли, там сельхоз тоже, там в общем бардак, ну ладно, в общем поделили, земля принадлежит региону, дальше стали формироваться муниципалитеты, населенные пункты и муниципальные районы, им сделали какие-то тоже границы, дальше там стали появляться сельские поселения, иногда сельское поселение наделяется землей, делается специальный, как это, генеральный план земельного участка, данного конкретного сельского поселения или какой-то территории, да, ему привязается определенная земля, а вот остальная земля, она осталась неразграниченной, то есть никому не передана, ни в каком муниципалитете не состоит, таких земель много, поехали мы в Актаныш делать промышленный парк, нам дали кусочек земельного участка и сказали, вот еще есть 160 гектар, от него можно наделить, то есть они подали заявку, Минземимущество от себя отрезал землю, присоединил к населенному пункту Актаныш и тогда они получили право передавать эту землю в аренду уже как бы это самое от себя, да, а до этого надо было обращаться в Минземимущество РТ, потому что это земля республиканская и еще и неразмеженая, да, вот здесь важно иметь момент, что земельный участок должен быть сформирован, земельщики у них есть такое понятие, сформировать земельный участок, то есть это поставить его на учет как отдельный учет на единицу, кадастровый номер, кадастровый паспорт и все такое прочее, да, и по выписке потом видно какая-то земля, вот мы, например, когда консультация была, вчера с Лисан заходили в публичную кадастровую карту, смотрели по кадастровому номеру, что это за участок такой, где, чего, мы, кстати, не нашли тот участок, про который она говорит, почему-то на публичке нет участка, про который это самое, в этом случае берется выписка и сверяйте, действительно это есть или нет, ну, странно, два года назад уже размежел, а его до сих пор на публичке нет, странно очень, вот, так, значит, про, про, про вот эти земельные дела, да, про аренду и все такое прочее, например, глэмпинг или кемпинг мы можем сделать на чьей-то земле в частной собственности, ну, например, есть какая-то база отдыха или есть какой-то, ну, рекреационная какая-то территория, мы пришли и сказали, ой, слушайте, ребят, мы хотим у вас там глэмпинг поставить, да, вот были у меня такие из, как он там называется, какой у вас, ну, ладно, короче, Подмосковье какой-то, Подольские там какие-то края, Чехов, Чеховский район Подольского, там, чего-то, чего-то, вот, они, значит, решили вдоль базы отдыха поставить вот эти самые глэмпинги, места хорошие, вид хороший, вот вперед, почему бы нет, да, по правильному это делается так, если кто-то хочет предоставить кому-то земельный участок, мы, кстати, напоролись на эту ситуацию с Вероникой в прошлом году, да, то есть, оказывается, изменилось кадастровое законодательство, и мы попали на очень неприятную ситуацию, клиенту посоветовал, эта ситуация не такая, да, значит, раньше можно было как, вот, например, в помещениях, да, и в земле, мы берем там земельный участок и говорим, мы, во-первых, мы можем заинтересовать, во-первых, нам надо аренду, да, с ними, договор аренды, помещения, потому что земля, у нее есть собственник, и он может нам только в аренду передать, да, чтобы мы могли с правом строения на его территории каких-то вот этих построек, да, мы говорим, давайте заключим договор аренды земельного участка, да, вот, как выделить нам, что мы хотим арендовать, смотрели там мультик про простоквашины, пять шагов от старой березы, там, то-то, то-то, вот так сейчас нельзя, если раньше можно было сказать, я заключаю договор аренды земельного участка, там, на 11 месяцев, в этом случае, мне надо регистрировать, кстати, договор или нет, в палате, на 11 месяцев я заключаю договор аренды земельного участка, а если бессрочно? Можно всегда срок какой-то есть бессрочный? Есть такие, есть такие договора, заключенные на неопределенный срок, прям пишут, или бессрочно, есть такие договора, сейчас... Не обязательно, это частный случай, нет, это частный случай, вообще никак не связано, вот между юрлицами заключают, допустим, договор, бессрочно, или без это самое, пока это не отрегулируем, но, ну, и сейчас такие договора не подлежат госрегистрации, подлежат госрегистрации договора, в которых написано, срок больше, чем 11 месяцев, конкретно прописан, а вот который заключен на неопределенный срок, юристы говорят, они не подлежат госрегистрации, их не могут заставить, зарегистрировать, да? Хорошо, мы люди правильные, нам 11 месяцев не устраивает, мы регистрируем, ну, больше, чем на 11 месяцев, в 3-5 лет, сколько там мы хотим вести деятельность, 7, 20, 49, да? Вообще, максимальный срок аренды земельного участка, это 49 лет, максимальный срок, да? Это, по крайней мере, срок первого договора, по которому собственник, ну, по определению вся земля, она чья-то, да, предоставляет, муниципалитет там и прочее, прочее, предоставляет в аренду, да? Сейчас такой у нас земельный кодекс. Вот, мы говорим, хотим долгосрочный договор аренды земельного участка, они говорят, хорошо ли ваш договор, вам надо выделить этот земельный участок из другого земельного участка. Как это делается? А? Даются координаты, даются координаты физически, вот все, как в математике изучали, 5 градусов, 8 минут, 68 секунд, ля-ля-ля-ля, это поля, вот эти все, как бы, географические координаты даются, формируется этот самый, ну, как бы, географическая форма. Потом это геометрическая форма между веками, выделяется и подается документ на формирование земельного участка в палату. По сути, это означает распоряжение собственника ликвидировать предыдущий участок и вместо него появятся два других. То есть, вот, не пугайтесь, например, был там, у меня был земельный участок с казарственным номером таком-то. Этот номер ликвидируется, вместо него получается два участка с другими казарственными номерами. И палата это единственный, кто ведет эту историю и кадастр, да? Вот. Поэтому, соответственно, если, например, был собственник, то он теперь становится собственниками двух земельных участков, которые сформировались в итоге разделения, да? И вот на второй участок выделенный, он может заключить договор аренды. Потому что на всю территорию он вряд ли всех нас пустит, да? Он пускает нас на какой-то кусок. Бывают еще более уникальные случаи. Земля муниципальная, база принадлежит на правах аренды муниципальной земли, а мы являемся субарендаторами. И еще бывает, но как бы это уже такая ситуация, да? Вот мы, как субарендаторы, идем к арендатору и говорим, мы хотим у тебя в субаренду взять. Он по-правильному, если он рассуждает, он говорит, извините, я должен спросить мнение собственника, да, муниципалитета. Он говорит, ты разрешаешь мне сдать в субаренду? Ну, перед этим, конечно, читается договор. И там должно быть написано с правом сдачи в субаренду или без права. Такие договора, ну, не исключение, да, четко прописано. Или, например, бывает так, что права субаренды нет вообще, тогда все, ну, никак. А бывает с правом субаренды, но здесь бывают две ситуации, с согласованием собственника или с уведомлением собственника. Согласованием, это значит, он должен дать разрешение. Я разрешаю этому, субаренду. В этом случае пишет арендатор письмо в муниципалитет. Разреши мне заключить договор субаренды с таким-то, таким-то, на такой-то, он говорит, да или нет. А если, значит, с уведомлением, тогда все происходит просто. Значит, подается договор на аренду на регистрацию и потом собственника уведомляет. Я заключил договор субаренды, с таким-то, уведомляю тебя по условиям договора. Потому что иногда бывает так, что если не согласовал, не уведомил, договор не имеет юридической силы и процедура разворачивается назад. Пошлина государственной регистрации не возвращается и все действия все как бы зря. Вот. Поэтому со всеми надо договариваться, все надо урегулировать. Так. Теперь сформировали. Ну, про вид разрешенного использования лада не буду. Это сейчас уже вообще там как бы отдельная тема. Так. Это мы все еще с вами в земле, в налогах. Ну да, от налогов перешли к земле, да? Вот теперь давайте посмотрим немножко времени у нас еще есть. Откройте лист исходных данных. Это был пример пример глэмпинга из 10 палаток. Глэмпингового парка, палаточного городка из 10 глэмпинговых модулей или 10 палаток, по-простому говоря, да? Вот. Соответственно, ну, что здесь можно увидеть? Что номера в основном двухместные, да? Что в стоимость питания включено, да? А что я вам все объясню? лист исходные данные, пали? А, ты там смотришь, наверное, на экране? Вот. И, соответственно, что еще? Что еще? Что еще? Что еще? Деятельность не сезонная. Деятельность не сезонная, потому что что? 12 месяцев. А, ну, то есть круглогодичная, ты имеешь в виду, да? То есть она сезонная, но круглогодичная, да? Так, причем, причем, вот здесь мы моделировали еще, по-моему, отдельно предоставлять питание. А что значит коэффициент использования услуги 0,35? Мелким. Возле питания. Ну, ты сказал мне то же самое, что я спросил. Что это означает, ну, в здравом смысле? Ну, если мы берем 100 человек, 35 из них кушать будем. Ну, да, то есть только каждый третий воспользовался услугой питания. Остальные либо сами едят, привезли с собой там какой-то сухпай, да? Вот, либо там еще что-то, да? Вот. По сути, это же не значит, что в палатке, в которой проживают трое, один ел, а двое нет. Это, скорее всего, вся палатка, наверное, да? То есть сказала мы едим, либо мы не едим, да? Ладно. И вот здесь, кстати, с общепитом, почему многие стараются не связаться с общепитом, это очень жестко регулируемая деятельность Роспотребнадзором, да? Многие предпочитают просто предоставить, как это будет, предоставляем поляну тем, кто занимается общепитом, услуги кейтеринга. Лебят, либо сами готовьте, вот вам мангал, это уже, ну, как бы не считается, да, общепитом, вот, либо заказываем, вот есть там кейтеринговая компания, она все привезет, уберет за собой мусор и прочее, она уже там с лицензией, со всеми разрешениями, с анпинами, рукомойниками, фартуками, там, я не знаю, готовят в специальном помещении в городе, где есть обшитые плиткой, там, это все, они все с санитарными книжками, привозят сюда и разогревают, да? Вот, так, ниже таблички мы пытались моделировать, что если мы будем делать категорийность, что такое категорийность номеров? Ну, категория номеров, категорийность, отеля, ну да, есть звездность у объекта размещения, а есть категорийность, да? Кому-то надо эконом, кому-то надо суперлюкс. Вот, соответственно, в первом варианте, в крупной табличке это было все по одной цене, просто средний один общий номер, да? А потом, соответственно, стали моделировать, почему бы нам не сделать разные категории, стандарт и премиум, как минимум две, да? Здесь, по-моему, а почему одна стоит, интересно, четыре, а одна стоит пять. А, ну да, как-то надо разделить, что такое четыре-пять тысяч в сутки, да? Не бывает, что так, я могу с вас взять или четыре, или пять там по настроению, да? То есть, либо четыре, либо пять, да? Вот, либо восемь, там, какой-то премиум. здесь не хватает, как это сказать, ну вот как мы можем сказать, что это категории премиум, а это категории стандарт? Ну вот клиентов, например. Услуги, либо, ты думаешь, услугами может отличаться, да? Ну да, наверное, услуги, а еще что? Ну то есть, как это правильно сказать-то? Оснащение, что там есть, площадь, может быть, да, и может быть, ну например, класс, да, мебели. То есть, у кого-то там душевая из Икеи, а у кого-то из итальянского, я не знаю, там дворца, да? Вот, то есть, и сервис, наверное, да? Я так понимаю, звездность, она как раз отличается уровнем сервиса, ну например, сколько полотенец на человека, да? Как часто меняют белье, как проводится уборка, что входит в этот, в бар-холодильник, да? Там, не знаю, есть ли халаты, нет ли, там, ну что еще, входит, не входит тапочки, там, не знаю, как часто обновляются мылорыльные принадлежности, там, всякие, и все такое, да? Так, ладно. Вот, соответственно, это вот тот самый листочек исходных данных, которым желательно их запланировать, предусмотреть, чтобы потом отсюда вытягивать уже непосредственно форму альтинвеста или в другую форму, какие-то эти. Ниже дальше пошел штат, странно, что количество с двумя эл написано, надо будет поставить, Андрей, смен в месяц. Вот это я немножечко понять не могу. Так, у администратора 15 смен в месяц. А, понятно. Для руководителя это получается просто количество рабочих дней, да? Оно, в принципе, совпадает с количеством рабочих дней в неделю, то есть, ну, типа, выходные он не появляется, да? или наоборот. Ну, да. Может, может. Так, горничная, их две, 15 смен. То есть, явно они работают день через день и в сплошную, да? Потому что горничная нам нужна каждый день. Так, охранник. Они, судя по всему, работают день через два, да? Их трое, поэтому бухгалтер работает как директор 20 рабочих дней в месяц усредненный. Так, вот насчет разнорабочего маркетолога я не понял. Вот это как интересно. Разнорабочий. 23 смены, 23 дня. Ну, ну да, чуть побольше, чем директор. Может быть, дельная оплата? Ты знаешь, что-то я очень сомневаюсь. Разнорабочие очень сложно предусмотреть, ему сдельную зарплату в кемпинге. Дело в том, что он же бросается на выручки, когда у кого-то свет погас или палатка протекла, или там, не знаю, надо подсоединить, принести ему переноску, тройник, подсоединить там оборудование, или печка перестала греть, или там прибавить, надо убавить, что-то вот такие вот вещи. Маркетолог, маркетолог, ну здесь это, наверное, продвиженец. вон, да, написано удаленно, удаленно. У охранника смен 24 часа, то есть он работает сутки через двое, горничная работает, получается, день через день, да, у нее смена 12 часов. Так, ну и маркетолог удаленно, ну это, СММщик какой-нибудь, или по обслуживанию сайта, или по обслуживанию соцсетей, он в Инстаграме где-нибудь сидит, наверное, да, и продвигает чего-нибудь услуги, да. Я только, знаете, кого не понял, а вот кто за прием отвечает, маркетолог или администратор? Ну, то есть, вот, например, скажем, заявка с сайта или из соцсети, она сваливается администратору, наверное, да, тогда маркетолог что делает? Просто посты делает, что ли, постит картинки, создает релизы всякие, да? Может быть, можно еще как-то проявить через сайт и добавлять? Может, он и в этом лайн и в этом лайн и в этом лайн администратор тоже на звонках, например, и встречает гостей, там? Ну, да, администратор по всем вопросам это ресепшн, это обслуживание гостей и это ну, все остальное, да? Можно к вам заехать? Да, можно у меня освобождается номер, да? Вряд ли об этом знает маркетолог, но об этом точно знает администратор, да? Хорошо. Так, рабочий сезон, а вот, кстати, смотрите, еще есть межсезонье, сокращенный штат, я так понимаю, да? А на сколько он сокращен? Я думаю, что это не на зимний период, а скорее на весну или на осень, потому что, мне кажется, зима и лето это конкретные сезоны для туризма, ну, понятно, если у нас домики готовы к этому, да? Если у нас там, ну, смотри, глэмпинг 12 месяцев, я думаю, что все-таки это не палатка, ну, либо палатка, ну, да, либо палатка, в которой вообще конкретно тепло и светло, потому что, ну, за 5 тысяч, я бы, честно говоря, не то чтобы даже думал бы, нужна мне палатка или нет, мне в принципе за такие деньги палатка не нужна. Учитывая, что за 3, максимум 3,5 тысячи, можно взять двухместный номер, стандарт, или там, не знаю, в этот, полулюкс какой-нибудь, да, в любой нормальной гостинице, трехзвездочной или четырехзвездочной, да? Ну, не знаю, вот почему-то они считают, что кто-то будет отдыхать на природе вот за такие деньги в глэмпинге. А вообще межсезонье от обычного отличается только тем, что один охранник уходит, то есть там не три охранника, два охранника. А здесь, а здесь вообще никогда, но я смотрю, вон, общий фод межсезонья вообще мало отличается от рабочего сезона. Он всего на 9 тысяч меньше. А вот как раз один охранник? Весь штат, смотри. Нет, все то же самое. Смотри, они просто чаще, они чаще работают. У них 15, а, минус один охранник, да, да, правильно, я тебя не услышал. они просто чаще работают. Они работают сутки через сутки в межсезонье. Одного охранника отпускают. Горничные по-прежнему две, разнорабочие по-прежнему, маркетолог по-прежнему. Ну, странно, конечно, такое, знаешь. Видимо, загрузка тоже есть, просто клиентов меньше, но загрузка все равно есть. И все тот же, как бы, этот самый режим работы. такой. Так, что у нас еще есть здесь? А, ну, здесь уже пошли, здесь уже он стал собирать конкретно финансо-экономическую модель, БДР, так называемый. Доходы, а, бюджет расходов, по-моему, он здесь поставил. Бюджет расходов, да. Ну, и доходов. БДР, да. Это БДР помесячно, по годам. Видимо, верхняя табличка это первый год. Вот, что мне не нравится. Мне не нравится, что, вот смотрите, да, коммуналка, константа. Как посчитано? Непонятно. Какие расходы включены? Сидит ли здесь все, начиная от электроэнергии, заканчивая водой? Или здесь сидит что-то из этого? Пойди догадайся. Вот это плохой стиль проектирование, да? Финансовое моделирование такого. Бухгалтерские, юридические, информационно-конституционные услуги. 16 плюс 20. Что такое 16 плюс 20? А где бухгалтер 20? А, а подожди, а почему? Ну, это же смен. Денег-то нету здесь у бухгалтера. Вот я смотрю, 16 тысяч плюс 20 тысяч. А здесь 20 тысяч плюс 20 тысяч. Отлично. А здесь 20 плюс 15. Не делайте, короче, так никогда. Во-первых, должна быть, если это расчет какой-то услуг, должен быть расчет услуг, да? Что сюда? Подразумевается. В общем, смотрите, почему это происходит, да? Вот посмотрел кто-то другой, разработчик, понятно, он помнит. Причем разработчик помнит только некоторое время, наверное, да? Что он в модели делал. Вот через полгода или год спроси, так, а что же я сюда записывал-то? Вот самый, мне кажется, хороший стиль финансового моделирования, это когда ты сам себе пишешь комментарий. Ну, не сложно же написать комментарий. 15 – это бухгалтер, 20 – это там, директор, например, да? Ну, да? Вот прямо здесь же можно. Ну, смотри, это же очень просто делается. Щелкаешь правой кнопочкой ставить примечание, 15 – бух, там, 20 – дир, ну, хотя бы вот так, ну, хотя бы вот, ну, это вообще самый примитив, да? А по-хорошему, надо внизу где-то делать расчет, а здесь ставить формулу. Это плюс это из расчета, да? То есть, вот я вот к чему вас призываю. То есть, надо делать так, чтобы любой человек с разным уровнем, ну, вникания в проект, ну, примерно с одинаковым уровнем подготовки, взял и прочитал, понял мысль, которая сюда заложена. Вот так делайте. И тогда все будут уважать, кто будет читать ваши модели, и клиенты, и коллеги, и сами потом, сами себе скажут, блин, какой же я молодец, или какая я умница. Я все себе записал, а сейчас бы я вспоминал, что такое 15 тысяч, да? Прочие прямые расходы. Шикарно. Мне всегда вот эта статья нравится в российском. Иное или прочее, да? А статья, между прочим, на уровне административных расходов, да? То есть... Ну, ладно. Возникает вопрос. Сколько из этого что? Тоже, там, не знаю, надо писать. Стирка, там, стирка 10, там, к примеру. Опять же, что такое 10? Стирка это, не знаю, допустим, 5 стирок в неделю, умноженное на цена одной стирки. Причем я пишу, что это, как это называется? Ну, может быть, контрагента какого-то, да? Там 600 рублей, 600 руб стирка. Вот так мне будет понятно хотя бы, что я имел в виду, да? Ну, вот. Даже вот это можно убрать. Понятно, что это цена. Вот. 5 стирок в неделю на 600, и мне понятно, почему 3000, да? Ну, вот, хотя бы из этого, да? Вот. Я вам сейчас потом покажу пример, как надо. Как надо. Так. Налог. Ладно, здесь формула. Все. Вопросов нет. И видно, что ставка. Единственное, что ставка посчитана неправильно. Этот глэмпинг делался в октябре прошлого года, когда уже действовала ставка, которую мы с вами вчера моделировали. 0,302 и 0,502, да? Ну, 152. Так. Налог УСН. Ставка 6 там. Та-да-да-да-да. Опять, ну, понятно, что вроде как это с доходов, да? Хотя я бы написал налог УСН доходы. Тогда понятно. Так. Теперь, значит, это что? Фонд. Номер, умноженный на ночь. Цифра 280, да? Не формула. Тоже ничего. Сейчас. Посмотрю, что у нас здесь в формуле записано. Надо же оба, что клиент не работает. А? Это же клиент, да? Это не клиент делал. Это разработчик делал для клиента. То-то и оно. Я почему ругаюсь там? Ну, а это с вашей рейтой? Нет, это как раз этот Тульская область. Кто у нас? Калиниченко. Это для Калиниченко был сделан. С Андреем делали. Так, по этот. Так, 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 так. Загрузка глэмпинга. Так, вот это как вы думаете, что здесь у нас, что за расчет такой идет в 91-92 строках? 93-й, соответственно. Что это такое у нас, а? Номер на ночь. Вот 280. Как вы думаете, что это? Почему-то тогда потом в других месяцах почему-то нет. Там ссылки в других. А, просто слетело, типа, да? Угу. Ну, ладно. Хорошо. Тогда 280, что? Как посчитано? Сколько у нас номеров? 10. Так. На чей? Сколько вы берете? Не, не, не. В месяце сколько ночей? Поменьше. 30, наверное. А, цифра, цифра. Вот. Я полагаю, что вот здесь, наверное, должна быть какая-то цифра, там, не знаю, 300, да? Примерно, если в среднем, да? Теперь, что такое загрузка глэмпинга? Это вон, кстати, она. Смотрите, она обратите внимание, да? Она идет по нарастающей. 30, 45, 60, 70. Это пик. Потом пошло на снижение. 45, 30, 32, 30, 60. Это что такое у нас с вами? Сезонность. Сезонность. Совершенно верно. То есть, вот этот вот фонд по-хорошему, да? Так, давайте мы формулу поставим с вами правильно. Равно 10 умножить на 30. И протянем ее. А, стоп. Что я сделал неправильно? Перед тем, как протянуть. Точно. Как делается? Отлично. Выделяем то, что хотим закрепить. И в 4 у нас появляются доллары. Так. Значение ячейки. Это мы сделали с вами по Вальтинвести. Это называется и в Excel абсолютная ссылка, да? Есть же относительная ссылка, а есть абсолютная ссылка. Что такое абсолютная ссылка? Ну, когда скриптемп, например. Это ссылка, которая ссылается всегда на одно и то же место, независимо от того, куда мы тащим, перемещаем и прочее. Что такое относительная ссылка? То есть она двигается вместе с формулами? Когда мы ее тянем, она берет нужный, ну, следующий столбец или следующую строку, смотря куда тянем. Если мы тянем вправо, она берет следующий столбец, да? Значение следующей ячейки, следующего столбца. А значение строки остается таким же, да? А когда мы тащим вниз, то строка, столбец остается и... Нет, я просто говорю про как будут меняться относительные абсолютные ссылки. Если мы поставили относительную ссылку, то при копировании она будет менять в ячейке значение столбца или строки, смотря куда тащим. Абсолютная ссылка, ничего менять не будет. Она будет ссылаться всегда на одно и то же место. Вопрос на засыпку. Если мы поставили абсолютную ссылку, а потом между ними вот по строку, допустим, добавили, что произойдет? Будет ли она ссылаться на опять то же самое место или поменяется? Да, если поставили доллары. На то же самое место? Ну, вот, например, смотрите, да? Вот мы с вами поставили формулу сейчас внизу, да? Которая ссылается на ту ячейку. А потом где-то сверху, допустим, добавили строк. Добавили одну строку. Внизу пересчитается формула или останется той же самой? Ячейка перенеслась? Пожалуйста. Та ячейка осталась на том же месте, а эта сдвинулась вниз. Да. Наша строка с формулы сдвинулась на одну вниз. Вот в ней ссылка собьется, верхняя, или останется той же самой? По-моему, проще... Как это проверить? Очень просто. Надо сделать. Давайте. Вот. Соответственно, Excel учитывает добавление ячейки строк и понимает, что мы это сделали, что он должен сохранить наши формулы, которые ниже, да? То есть, ну вот, какая здравая логика такая. Но это важно для моделирования, да? То есть, когда вы будете там менять что-то в модели, да? Так, теперь загрузка глэмпинга и потом... У нас формула занята. Пересчиталась? У вас пересчиталась? Формула занята? Ой, я ошибку сделал одну. Или не сделал. Вот итогу я взял, протащил в итоге, а надо мне было остановиться на декабре. В итоге должна быть та же самая сумма. Вот. Надо обратно вернуть сумму. Номерной фонд за год 3600. Ночей? Номера ночей. Вот. Номера ночей. Знаете такое понятие? Человека-часы. Нет? Ну, то есть, количество рабочих часов умноженное на количество сотрудников. Получится человек-часы. Вот, допустим, если у меня 10 сотрудников и работают они по 8 часов, да? То у меня в день 80 человек-часов. Вот, по логике, да? В статистике, по-моему, это проходит в экономическом анализе. Вот здесь номера ночей, так называемых, да? 3600 у меня в год. Ну, или 30 в месяц, да? Так. И по загрузке... Зачем мы, кстати, планируем загрузку? Глэмпинг. А, сезонность, да? Что значит 30% загрузка глэмпинга? 90 человек. Ну, значит, ну, то есть, допустим, либо у нас с вами занято 3 палатки из 10, да? Либо у нас занято 6 палаток по одному человеку. Либо одноместное, либо двухместное размещение. Я вот не знаю, как мы будем селить. Нам, в принципе, какая разница, сколько в палатке живет, если он нам заплатил за палатку, да? Хоть один, хоть вдвоем, хоть втроем. Но если втроем, пусть не просит на всех троих комплект, потому что мы ему сказали, что палатка двухместная. Да? Ладно. Так. Выручка номерного фонда. Как считается у нас выручка номерного фонда? Наверное, надо занятость умножить на цену, да? На цену первого года. Вот так я сейчас сделаю. Согласны со мной, нет? Точно. Опять повторяю свои ошибки. Так. Это что у меня? Я что должен долларом пометить? Вторую, наверное, да? Часть формулы. Я же цену должен зафиксировать. Цена у меня B6. Ух ты! 4,5 ляма. Если я найду клиентов на такую цену, то за год я могу получить 4,5 миллиона. Ну, а не важно, когда они знают, что это не важно. Какие-то на эксклюзивные что-то, что-то на эксклюзивные пришли. Ну, да. Я стал спрашивать, я говорю, кто ваш потенциальный клиент? Вот мы, на самом деле, сейчас с вами как бы уже далеко пошли, да? А начнем мы с вами с доходов. А доходы определяются чем? Портретом нашего клиента. Кто это? Его модель поведения, его потребительские предпочтения, да? То есть это чистый маркетинг.